В этот вечер в малом зале морского культурного центра собрались члены и руководители профсоюзных структур государственных учреждений Новороссийска, гости из других городов края. Те, для кого девиз «В единстве вдвое мы сильнее» стал не просто одним из профессиональных ориентиров, а смыслом жизни. Сегодня профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Новороссийска – это 37 первичных профсоюзных организаций с охватом почти 2500 человек. Мы объединяем профорганизации разных структур, разных профсоюзов. Как правило, основное взаимодействие у них происходит по их вертикалям. Я имею в виду центральные органы, потом Краснодарское объединение и территориальные городские объединения. Ассоциация профсоюзов является координирующим органом, то бишь где-то на стыке, скажем так, интересов. Тем не менее, наиболее значимые вопросы любой из наших профорганизаций не остаются вне зоны внимания остальных. Конечно, по всем острым вопросам мы встречаемся, обсуждаем. Сто лет – солидный период для истории. За эти годы не раз менялось название профсоюза, его структура. Но неизменным на протяжении всего пути оставалась главная задача – обеспечение каждого члена профсоюза рабочим местом, достойной и своевременно выплачиваемой заработной платы, здоровыми и безопасными условиями труда и юридической защитой. За это время было все. И попытаться побороться с безработицей, безграмотностью, и социалистическое соревнование, и обеспечить, вернее, и участие в победе в Великой Отечественной войне, в наших учебных профсоюзах, людей, граждан, за отечественниками и участниками пыла. И когда в 43-м году освободили их память, то наши местные комитеты, это было такое название, решают вопросом, как обеспечить семье участников войны, не вознадившихся в наших учебных профсоюзах питание, как достать одежду и детям. То есть всегда были основные моменты – заботы. Сегодня в условиях постоянных экономических и политических преобразований реформ государственного управления неизбежно возникают проблемы, на которые работник и работодатель смотрят по-разному с разных точек зрения. Это противоречие объясняется самой природой наемного труда. Профсоюз помогает трудящимся в самых сложных ситуациях отстаять свои законные права и интересы, в диалоге, в социальном партнерстве находить разрешение вопросов. На роли профсоюзных лидеров в жизни людей труда акцентировал внимание в своем приветственном адресе глава Новороссийска Игорь Диченко. Нет ничего сложнее и ответственнее, чем работа с людьми. Вас по праву называют индикатором общественного настроения. Ведь вам известны проблемы как коллектива в целом, так и каждого работника. Профсоюз всегда был сильным и влиятельным благодаря ответственности, инициативе и единству. Сегодня профсоюз является одним из самых активных и вносит весовый вклад в содержание и поддержание общественного согласия, в развитие цивилизованных трудовых отношений. Профсоюзу сегодня есть чем гордиться. Если вспомнить, профсоюз это был действительно тем городом, с которым начался не один вопрос. Это распределение всех благ, это бесплатно медицинское обслуживание, учеба в школе, в техниках, в институтах. Обязательно трудоводовольство после их окончания. Самое главное, все социальные гарантии, которые были в стране, проходили через профсоюз. Ни одно решение руководителя, ни выдача приема, ни выдача места в садах, никогда не решалось без профсоюза. Начинается в какие-то времена, но если мы пошли по капиталистическому пути, а это видно, что не вооружу, но мы должны понимать, что именно в этом саду, если посмотреть на запад, профсоюз является единственной и самой сильной стороной, которая защищает права трудящих. Она, кстати, не политика, но это настолько сильная гарантия, которая считается не только бизнесменер, руководитель и владельцы предприятий, но и прежде всего считается правительством. Членам профсоюза были вручены благодарственные письма от имени председателя Центрального комитета общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Поздравили юбилеров и творческие коллективы. Впереди у новороссийцев еще одна круглая дата. Полвека со дня основания городской организации профсоюзов. Юлия Сапковская, Андрей Супрунов, Новая Россия.